OBD-2 код неисправности техническое описание, внутренний датчик температуры электронного блока управления, неисправность цепи, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который применяется ко многим автомобилям OBD-2, с 1996 года выпуска, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Mazda, Honda, Dodge, Ford, BMW, VW и т.д. Хотя общие этапы ремонта могут отличаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии. Коды неисправностей OBD-2 P0666, P0667, P0668 и P0669 связаны с внутренней цепью датчика температуры различных модулей, эта схема включает в себя модуль управления мощностью, PSM, модуль управления двигателем, ESM, E, или модуль управления коробкой передач, TSM. Целью цепи внутреннего датчика температуры PSM, ESM, TSM является контроль температуры различных датчиков, размещенных в модулях управления, неисправности выявляются при сбое самопроверки модуля управления, на некоторых автомобилях эти три модуля объединены в один объединенный блок, обычно называемый PSM. Когда PSM, ESM или TSM обнаружат неправильные сигналы в цепи внутреннего датчика температуры, будет установлен код P0666 и загорится индикатор проверки двигателя или контрольная лампа трансмиссии. Пример модуля управления коробкой передач TSM, какова серьезность этого кода неисправности? Серьезность этого кода может сильно отличаться от простой загорающейся контрольной лампы двигателя или контрольной лампы трансмиссии на транспортном средстве, которая заводится и бежит к автомобилю, который будет глохнуть или вообще не заводиться, код может быть серьезным в зависимости от специфики проблемы. Каковы некоторые из симптомов кода? Симптомы кода неисправности P0666 могут включать, двигатель не запускается, двигатель может заглохнуть, неправильное переключение, контрольная лампа трансмиссии горит, проверьте, горит ли двигатель, каковы некоторые из распространенных причин кода? Причины для этого кода P0666 могут включать в себя, разъеденный или поврежденный разъем, незакрепленный или неисправный ремень заземления модуля управления, неисправная или поврежденная проводка, неисправный PSM, ESM или TSM, какие шаги по устранению неполадок P0666? Первым шагом в процессе устранения неисправностей для любой неисправности является исследование бюллетеней технической поддержки, TSB, для конкретного транспортного средства по годам, модели и силовой установки, в некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, если направить вас в правильном направлении. Второй шаг – найти все модули управления в этой цепи и выполнить тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие явных дефектов, таких как царапания, протирка, оголенные провода или пятна ожогов. Этот процесс должен также включать заземляющие и заземляющие провододали и следует проверить разъемы на безопасность, коррозию и поврежденные контакты, этот процесс должен включать PSM, ESM и TSM в зависимости от конкретного автомобиля и конфигурации модуля управления, специфические технические данные для автомобиля помогут вам с расположением компонентов и конфигурацией модуля управления. Расширенные шаги – расширенные этапы становятся очень специфичными для транспортного средства и требуют соответствующего современного оборудования для точной работы, для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические характеристики для автомобиля, конкретные технические данные будут включать в себя таблицу устранения неполадок и соответствующую последовательность действий, помогая вам поставить точный диагноз. Проверка напряжения Проверка непрерывности ESM или TSM часто выполняется по ошибке, когда неисправный проводной соединитель ослабляет соединение, вызывающий этот код, кроме того, на автомобилях, оснащенных двумя или более модулями управления, неправильный модуль может быть заменен по ошибке. Надеемся, что информация в этой статье была полезна, чтобы указать вам правильное направление, чтобы исправить проблему с вашим кодом неисправности внутреннего датчика температуры, цепи PSM, ESM, TSM эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет. Субтитры создавал DimaTorzok